Субтитры подогнал «Симон» 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 Я ему прямо говорю, хочешь я тебе спою? Да, пожалуйста. Ну, я ему спел эту песню, которую спою сейчас вам. На самом деле, знаете, 12 лет назад один из моих друзей, мы играли в ресторане, ну, понимаете, да, водка, наркотики, брус. Я помню, один из моих друзей, его покаяние началось с того, что он, как бы этот мужик, валялся на улицах Сочи. Приятно, молодой парень поиграет, знаете, в ресторане. И вот лежит он, именно в этом состоянии, плохо, простите, под себя уже не пошел. Под ним подходит пожилая женщина, она не пошла мимо этого парня, которого плохо пахла. Она подошла и подняла его ночи, милую. Знаешь, есть другая жизнь. А, ну, знаешь, Иисус, я тебя умный. Ты не создан для того, чтобы валяться вот так на улицах. Ты создан для счастья. Я вижу, сколько горя в твоем сердце. Ты такой, ты рак, просто, греха этого. Слушай, Иисус тебя освободил. Он намыл тебя, а вы трубу смеи. Снова пойдем в церковь. Вы знаете, мой друг послушал себя бабушку, поковылял за ней в олегрыми домами. Друзья, из молитвенного дома, мой друг вышел спасенным человеком. Сейчас он пастор церкви в городе Самаре. У него большая церковь. Но он пришел в ресторан и говорит всем друзьям. Ребята, больше сатанинских песен с вами петь не буду. Иисус вошел в мою жизнь. И четыре музыканта на колени у нас. Раз, и вот упали. Из ресторана они вышли спасенными людьми. Сейчас это постарация к ней, директорам миссии. Один из них приехал и нашел меня. Я тоже валялся на почве засадок. Он пришел ко мне и говорит, женя, он повторил слова этой бабушки. Знаешь, для тебя есть другая жизнь. Ну почему ты не можешь ее показать, своей любви? Ну, сделаешь это для меня? Вы знаете, Бог, он не просто сказал, я люблю вас. Он говорит, дети, я прием, он делает действие. Я приюс, сына, с вами, ребенка. Что вы всякие. Слышите? Всякие. Это значит, что сегодня вот этот мир, ваш город, вы знаете, сколько здесь людей, которые валяются на обочинах жизни, хотят услышать, что именно тебя, дорогой, так возлюбил Бог, что он там рассказает, свое сына. Песня называется «Прости». Иисус вошел в шарковатского музыканта. Вторая, вторая. Иисус вошел в шарковатском музыканте. Иисус вошел в шарковатском музыканте. Иисус вошел в шарковатском музыканте. Крахая лёд, ты мне прости Что ещё могу сказать я? Ты прими меня в объятья Может, правильно? И пожалуйста, простите Что ещё могу сказать я? Ты прими меня в объятья Может, правильно? Пожалуйста, простите Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аллилуйя Смелее! Чего вы это не сделаете? Так можно сказать, любить Абстарту, Патаре и Юрию Аврику. Но счастливо с этой любви находится рядом с тобой на церковной скамеечке. Улыбнитесь, пожалуйста, проткните руку. Жебра моя, благословляйте тебя! Сестра моя, благословляйте тебя! Пускай Бог благословит вашу жизнь, все сверы вашей жизни. Отсюда я пожелаю, чтобы мы солили этой земли и света в миру. Если сбросил у меня, что хотел бы пожелать, Я отвечу, Михая, дорогой, любимый друг. Я хочу, чтоб ты и я, мы были братья на века. Я хочу, чтоб ты восстал веру в Господа Христа. Я хочу, чтоб ты восстал веру в Господа Христа. Аллилуйя, Аллилуйя, все во мне поет, Аллилуйя, Аллилуйя, все в любви поет. Аллилуйя, Аллилуйя, лишь к тебе и служу я. Лишь тебе ищет я радость, лишь к тебе ищет любовь. Лишь к тебе ищет я радость, лишь к тебе ищет любовь. И снова заспали. Аллилуйя, Аллилуйя, все во мне поет, Аллилуйя, Аллилуйя, все в любви поет. Аллилуйя, Аллилуйя, лишь к тебе ищет я живу я. Лишь к тебе ищет я радость, лишь к тебе ищет любовь. Благодарю ищет любовь. И пользуюсь в случае, прошу, дорогие сестры, можно как раз Бог уложит в ваше сердце, в ваше сердце помолиться за служение моей миссии. Точнее, она не моя миссия, на самом деле. Десять лет назад Бог призвал меня выйти в Богное служение. Я ставил светскую работу, образование в университете. И занимаюсь тем, что путешествую по миру, проповеды в Англии. Мы начинаем новые церкви на Ямале. Ямал переводится не как иначе, а как «край земли». И я так счастлив. Представляете, у меня в этом году будет возможность сесть на корабль, пусть лови, проповедовать людям, которые живут в Чумах. У нас уже есть пастора, немцы, ханты. Там очень серьезно развивают шамонизм. Там такие вещи, колоколовство. До сих пор дикие эти законы, когда на глазах сына тонет отец, он помогает ему руки. На глазах отца тонет сын, и он не даст ему руки. Такие вещи. Пусть Бог благословит Вас, Игорь Иванович, я Вас очень люблю, что Бог благословит. Слава Богу! Я не совсем готов. Ну так, первое, что с бронем, что приходит на память. Знаете, мне очень нравится место в Слове Божьем, в откровении. Я считаю, что это самое большое обитование в Слове Божьем. Господь сказал, что побеждающему там есть где, помните, написано? Помню. Рядом. Рядом. На престоле. Рядом. Со мной. И там еще одно есть место в откровении, побеждающему следует все. Поэтому я рад, что у вас есть здесь церковь, где собираются дети Божьи, прославляют ему Господом, Господь Слове Божьем. Да, как мы вот слышали свидетельств Евгения, какие чудеса Господь делает в России, делает с людьми, такое сделать может только Господь. Давать эту силу для победы. Я бы хотел, чтобы вы тоже в жизни были победителями, чтобы наследовать от Господа все, наследовать вечность и сесть там с Ним на престоле Рядом. Будьте благословенны. И примерно хочется отметить особое благоволение и Божье расположение этой небольшой группе людей, которые любят Господа, которые желают служить Ему в своей жизни. И то, что вы видите вот этот молитвенный дом, уже второй молитвенный дом, который я был, они снимали в среду, это просто Божье чудо. Для такой группы людей, для такую возможность собираться в таком чудесном храме, чтобы поклоняться и служить Ему, это особое благоволение Бога. Я знаю, о чем я говорю, братья, которые столкнулись с вопросом помещения аренда, имеют представление в реальной жизни, что это такое. И, конечно, еще раз благодарю Господа за Божье. Божье подобного тебе, который отдал свою душу, пролил свою кровь, отдал свою драгоценную жизнь за меня недостойного, о ком мы слышали, как он был в этом канале. «Благословенному Богу!» Алленуя! Какое чудесное повозание и присутствие Божье на этом месте, потому что Бог особенно благоволит людям, которые собираются здесь, чтобы чтить и поклоняться Ему. Откройте вместе со мной, чем мы являемся в глазах Божьих? Кем мы являемся в глазах Божьих? Как часто ты думаешь о тебе совсем другое? Как часто люди говорят о тебе совсем другое? Как часто дьявол приносит тебе в мысли совсем другое? Но Бог говорит, что он достоин такой чести. Действительно, иди, пожалуйста. Чтобы они не вошли в эту славу, потому что мы должны свершить свой путь. Вы знаете, один человек, который очень много, вы знаете, трудов, проповедей на тему в 11 главах Евреев в отдельности частично, в отдельных людей. Приходить в Дом Божий и служить и поклоняться тому, который делает на земле то, что никогда не пройдет, что останется навеки, что войдет в его славу. Какой чести удостоит ты и я призваны для того, чтобы трудиться, для того, чтобы созидать, для того, чтобы отдать свою жизнь, чтобы он мог ее использовать для этого славного дела. Ну, правда ли? Мы не так можем смотреть на эти всего с Холливудских, и на этих людей, которые пользуются славой. Но мы можем совсем по-другому смотреть, потому что мы призваны к вечному, выгледному, неувидаемому, то, что пройдет испытание огонь, слава Иисусу Христу. Ну, как бы не хотелось, чтобы сегодня Крым, эта атмосфера в сердцах некоторых из нас поменялась, чтоб мы, выйдя отсюда, вышли к новым именем земли, которые торжествуют, которые отныне не считают христианские заповеди бремени, но которые говорят, это честь, это привиление служить живому, святому Богу, и он удостоил меня этой чести, призвав в свое царство. Итак, давайте мы и возвратимся, о которой, наверное, говорил Давид, он новую песню мою сна облагает, небеса его не могут петь, ее могут только петь люди, которые проходят эту зимую долину трудностей, борегия, побеждает их, может, проходит водение, но они знают песню, искуплен, восстановлен, вращел, обытый, с силой крови, Иисуса Христа, готовы ли песен в твоем сердце, чтобы воспеть тому, кто достоин, готовы ли сердце твое торжеством воздать ему хвалу, которой ангелы умолкают, я верю, все пивы умолкают, потому что с земли идет честь, акцию, который приходил сюда, уплатил землю, и она ценила определенными людьми, его жертва, его страдания, это песнь, небо сегодня хочет слышать, это песнь, самая сладостная, в которую входит в Божье присутствие, это песнь, которую можешь петь ты и я, спасенный, оправданный, прощенный, восстановленный, человек этой юдоли, над которой Божья рука и Божья очи во всякое время, чтобы довести эту славную и чудесную гавилею, которой приготовлено место. Давайте станем... погибаем! И ой, если не тупая, тебе дать мне все мое не запретно, ПЕСНЯ ПЕСНЯ ПЕСНЯ